Аминь. Аминь. Вы можете посетить. Духаро, реклестель. Я хочу сегодня поговорить о любви к Богу, о первой заповеди, которая была учреждена. Вы можете следить за конспектами по интернету. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. И просим Тебя, Духом Святым, излей любовь Божью в наши сердца сейчас. И мы верим Тебе в помазание в нашей жизни, чтобы исполнять первую заповедь. Дух Святой, мы признаем Твое присутствие в этом месте сегодня. Мы просим Тебя, коснись нас силой Божьей во имя Иисуса Христа. Аминь. Матфея 22, седьмой стих. Иисус Христос сделал значительное провозглашение над народом Израиля. Он сказал, «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей душою твоею». Он цитировал Моисея, который в книге Второзакония, шестая глава, сказал тоже. Всему Израилю знакома эта заповедь, которая звучит в книге Второзакония. Но в этом стихе Иисус добавляет к заповеди, которую дал Господь через Моисея. Он кое-что добавил, чего Моисей не говорил. 38 стих. Он сказал, «Это первая заповедь». И это наибольшая заповедь. Это имеет значительное применение. Это дополнительная фраза. Моисей знал, что это важная заповедь, но не знал, что это первая с точки зрения Бога. Это тема номер один для Духа Святого. На этой заповеди Дух Святой делает наибольший акцент. Это приоритет Святого Духа в наших жизнях. Это приоритет Святого Духа для каждого служения, для каждой церкви, во всю историю. Это замечательное заявление, потому что Бог назвал это номер один. Иисус сказал, «Более того, это также величайшая заповедь». Что Он имеет в виду под наибольшей заповедью и первой заповедью? Это означает, что исполнение этой заповеди сделает твою жизнь великой пред глазами Божьими. Вот как Бог дает определение величию в жизни нашей. Мы можем не быть великими в глазах человека. Но если ты живешь, исполняя эту заповедь, то в глазах Божьих ты велик. Какой же это Бог, который любовь к Себе ставит на первое место? В первую очередь, Бог хочет, чтобы мы служили Ему. Но Бог из Израиля говорит, «Нет, любить меня – это то, что я называю великим, и это главная приоритет в моем Рождестве». Но Бог сказал, что быть великим – это означает любить Его, как приоритет жизни. Это один из самых любимых тем, которые я думаю. Это любимая заповедь Духа Святого, любимая тема Святого Духа. И я думаю, что перед вторым пришествием Иисуса Христа Дух Святой сделает эту темой номер один во всех церквях по всему лицу земли. Почему мы должны любить Бога всей Своей силой и всей Своим разумением? Потому что Бог полюбил нас всей Своей силой, всем Своим разумением, всей Душой Своей. Это потрясающая идея, что Бог всех небес любит тебя всем Своим разумением, всей крепостью Своей. Посмотри на небеса, на звезды, на эти миллиарды звезд, когда выйдешь ночью посмотреть на небо. Я взираю на эти небеса и говорю, Боже, Ты очень умен, очень велик, могущественен. Ты сотворил и организовал все это. Твоя сила и Твой разум потрясающие. И затем Бог шепчет наши сердца. Я люблю Тебя всей Своей силой и всем Своим разумением. Когда мы смотрим на славу звезд, тогда это напоминает нам о величии и о разуме Божьем. Это заповедь любить всем сердцем и всем разумением начинается не с нас. Это то, как Бог любит Бога. Это то, как Бог любит людей. Это то, как Отец любит Сына. Это абсолютная реальность, о которой мы с вами говорили позавчера. В параграфе С. Нужна сверхъестественная сила Бога, чтобы любить, принимать любовь к Божью и дарить ее в ответ. Своими естественными способностями я не могу любить Бога в ответ, если Он не сдаст мне их. Потому что требуется сверхъестественное обеспечение, чтобы коснуться нашего разума и сердца. И по этой причине Бог излил Святой Дух в наши сердца. Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым. Это Римлянам, 5 глава, 5 стих. Когда вы были рождены свыше, Дух Святой вошел в вас, чтобы жить и обитать там. И его основная функция излилась любовь Бога в наши сердца. Это означает, явить любовь Бога нам, но также вдохновить нас любить Бога в ответ. Величайшее помазание Святого Духа. Это помазание, понимать любовь Бога и возвращать Ему эту любовь. Но так много верующих редко думают о этой славной благодати и помазании Святого Духа. Дух Святой же говорит, мне и вам. Если ты обратишь внимание, сосредоточься на этом обещании, излияние Святого Духа в сердце, если будешь со мной говорить об этом, верить в это, если будешь сотрудничать со мной над этой великой заповедью, тогда в твоей ежедневной жизни ты будешь переживать это все больше и больше. Я смотрю на Римлянам 5,5 и говорю, это величайшая заповедь для моей жизни, Господи. Моя величайшая нужда понять, как ты чувствуешь по отношению ко мне. Моя величайшая нужда быть способным отвечать над твою любовь взаимностью, всем сердцем и разумением. И Дух Святой говорит, я буду это делать с тобой, если ты будешь просить меня об этом. Что-то из этого автоматически происходит с нами, когда мы рождаемся свыше. Но только в незначительной степени. Но Господь говорит, если ты хочешь, я дам тебе это в превосходнейшей степени. Поэтому я сосредоточиваюсь на этой заповеди и говорю, Боже, это цель моей жизни. Что же это означает, любить Бога? Мы должны любить Бога на условиях Бога. Очень важный вопрос, как мы определяем любовь Бога, какое определение мы даем. Есть очень много превратных суждений о любви Божьей, которые мы даем в соответствии с нашей культурой, а не в соответствии с Божьим Словом. Гуманистическое представление о любви, которая является частью культуры, теперь проникает в сознание церкви. Определение любви связано с эмоциональностью, но не обязательно с исполнением или исполнением повеления Иисуса Христа. Но Иоанна 14, 15, Иисус Христос дает определение любви Божьей. Это означает иметь Дух послушания. Что я имею в виду под Духом послушания? Но это когда есть искреннее желание повиноваться Его водительству. Я спотыкаюсь и даже иногда падаю в моем послушании Ему, но я искренне хочу быть послушным. И Иисус сказал, если ты любишь Меня, то найдешь выражение любви ко Мне, послушания Мне. Некоторые люди думают, ну, если я буду плакать во время служения поклонения, значит, это и есть любовь к Богу. Мне лично нравится и плакать в Божьем присутствии, и наслаждаться присутствием во время поклонения, это здорово. Но я знаю людей, которые очень интенсивно поклоняются Богу во время прославления, но когда выходят в собрание, они не повинуются Ему. Прежде чем мы будем развивать тему любви Божьей, как она выглядит, Я хочу заявить, что она коренится в послушании Христу. Нам нельзя позволять секулятивному, гуманистическому взгляду на любовь фильтровать или засорять наше видение любви Бога, наше понимание. Я читаю Матфея 22,7. Я продолжаю удивляться этой простоте предложения. Любить Бога – это первое и наибольшее заповедь, Иисус Христов сказал. Итак, какой же это Бог, который любовь к Нему поставил на первое место? Это Бог с пламенным сердцем. Вот какой Бог мог такое сказать. Какой же это Бог, который определение величию дал, основываясь на любви к Богу? Это тот Бог, который любит тебя всем своим сердцем и всем разумением. Иисус Христос это не назвал первой опцией. Он назвал это первой заповедью. Но помните, каждое повеление Бога имеет обещание, что Он дает способность исполнять это. Когда Он повелел нам любить Его всем сердцем, всем разумением и силою Своею, в самой заповеди есть и способность исполнять эту заповедь. Итак, любить Бога — это величайшая заповедь, которая имеет значительно огромное влияние на твое сердце. И это также имеет большующее влияние на Божье сердце. Мы можем заниматься различными родами деятельности, но если твоя активность — это выражение любви к Богу, вот это трогает сердце Бога. С точки зрения, Бога — это величайшее определение любви. Это замечательно, потому что у вас, возможно, нет образования, возможно, у вас нет особенных дарований, возможно, у вас нет признания со стороны других людей, или у вас совершенно нет денег, и у вас нет большого служения. Но если вы любите Бога, то твоя жизнь значительная. Это потрясающая реальность, в которой человек может ходить, если хочет. Господи, я это хочу, говорю ему. Оказывается, неважно, какое у тебя образование, сколько у тебя денег, сколько у тебя, какое твое служение, твое величие определяется совершенно не этим перед Богом. Наше величие в глазах человека зависит, конечно, от того, что мы достигли. Но величие в глазах Бога определяется уровнем и степенью нашей любви к Его. Это первый акцент, который Святой Дух делает в твоем браке, в твоей семье. В нашем служении в Канзас-Сити есть очень много молодых пар. У нас в библейской школе около тысячи студентов и интернов. Поэтому каждый год у нас много браков соосуществляется. И приоритет номер один в их отношениях — это любовь друг к другу. И мне это нравится. Это хороший приоритет. Но я им говорю, первая заповедь наибольшая — это любить Бога. Ваша любовь друг к другу будет намного сильнее, если вы будете любить Бога в первую очередь. Это также величайшее призвание для вашей жизни. Я спрашиваю студентов библейской школы, когда они только приезжают в наш город. Многие из них говорят, что хотят знать волю Бога для их жизни. Это очень нормальный вопрос, которым задается молодой человек. Поэтому я спрашиваю, какое величайшее призвание в твоей жизни? И это вопрос с подвохом. Потому что я заранее знаю, что они дадут неверный ответ. Когда я спрашиваю, какое величайшее призвание? Ну, чтобы я привел тысячи людей ко Христу. Чтобы я изменил мой город, мою нацию. Чтобы я воскрешал мертвых, открывал слепые глаза. Или какое-то служение, которое имеет большущее влияние. Ну, все, что называют они, это очень хорошо. Но я сказал, нет, это не номер один. Это не величайшее призвание в твоей жизни. Я могу тебе сказать, как ты можешь иметь самое большое служение из всех. И тогда глаза становятся круглыми, потому что они хотят иметь большое служение. Я говорю, могу процитировать самого Христа, прямо из устра Иисуса Христа, как иметь величайшее служение. О, начинается волнение. Некоторые думают, начинают, когда-то будут знаменитыми. Я каждый год в собеседовании задаю эти вопросы, поэтому в основном они знают, что я имею в виду. Я говорю, нет, величайшим призванием, величайшим служением является быть любовником Бога, возлюбленным Бога. Из воли Божьей, это номер один в твоей жизни. Фокус студентов в основном на том, что они должны делать. Но Божий фокус на том, кем они должны стать. фокус Иисуса Христа намного в большей степени на том, кем я должен быть, чем что я должен сделать. Я же сосредоточен на том, что я должен делать. но Дух Святой напоминает мне, сосредоточься в основном на том, кем ты должен быть. Я согласен, очень важно делать правильные вещи. Но есть что-то большее, чем наша миссия, наше предназначение. Я хочу назвать четыре сферы, в которых мы любим Бога. Мы должны любить Бога всем сердцем, любить Бога всем разумением. Мы должны любить Бога всей своей силой и любить Бога всей своей душой. Иисус дает эти четыре категории в Марка 12, вверх 30. Марка 12, глава 30, стих, Иисус дает все четыре категории. Давайте на каждую категорию потратим две-три минуты. Несмотря на то, что они пересекаются, это совершенно разные сферы, разные категории любви. в первую очередь, он сказал, любить его всем сердцем. Другими словами, вы должны полностью отдаться взаимоотношениям со мной от всего сердца. вы должны быть ревностными, старательными в возрастании и в любви ко мне. Я знаю много верующих, которые очень пассивны в отношениях с Иисусом. Они очень ревно относительно своего служения, и люди признают их за их служение. они все делают, сеть развивают для того, чтобы привлечь людей в свое служение. Они все делают и очень активны. И нет ничего плохого в том, чтобы сеть развивать. Они очень ревностны развивая свое служение, свое предназначение, но пассивны в развитии отношений с Богом. Но Иисус сказал, я хочу, чтобы вы вовлеклись эмоционально в отношения с Богом. Я хочу больше, чем просто механическое исполнение обязательств по отношению ко мне. я хочу, чтобы ты также свою любовь сосредоточил на мне. Один из способов, как мы это делаем, а когда мы противимся негативным эмоциям, наваливающимся на нас. Для нас с вами это очень естественно, переживать эмоции, не соответствующие, относительно денег, например, о позиции, которые дает престиж, по поводу обиды или огорчения по отношению к кому-то, эмоции страха. может быть какие-то эмоции, которые рождаются по отношению к человеку вне воли Божьей. Даже для экстренных верующих такие эмоции переживать, это естественно, натурально. Но когда мы свои сердца располагаем к тому, чтобы любить Бога всем сердцем, вместо того, чтобы позволять этим эмоциям завладевать нами, мы противимся им жалобы, отчаяния или обескураженность или слишком много эмоций, которые мы выражаем по поводу престижа или финансового положения, Иисус говорил, если вы позволяете этим естественным эмоциям доминировать в вашей жизни, это уменьшит значительно вашу способность любить меня всем сердцем. Вы знаете, что ваши эмоции следуют за тем, о чем вы думаете? Вы можете размышлять о чем угодно, и вскоре ваши эмоции будут следовать за вашими мыслями. Если вы меняете мысли, то Бог меняет ваши эмоции, чтобы они следовали за тем, о чем вы думаете. В 91-м псалмем говорит о человеке, который свою любовь утверждает в Боге. Должен быть момент в твоей жизни, когда ты определишь первое место любви к Богу, для любви к Богу. Вообще-то, это решение, которое ты можешь принять. У нас есть очень много мечтаний относительно нашей жизни. Люди мечтают о том, чтобы иметь любовные отношения, и это здорово. Люди мечтают о том, чтобы иметь финансовый успех в бизнесе, и это хорошо. они мечтают иметь очень сильное служение, и это здорово. Но это второстепенные жизни в твоей жизни, мечты в твоей жизни. Главная мечта твоей жизни — любить Бога всем своим сердцем. «Несколько лет назад, я свое сердце расположил, говоря, главная цель в моей жизни — это расти в помазании для тебя». Это было решение. Это решение, которое принял Давид в 17-м Псалме стих 1. Давид принял решение, сделал выбор. Он сказал, «Я буду любить тебя, я буду располагать свое сердце к этому». В форме выбора ты можешь принять это решение сегодня. Это изменит курс твоего будущего. Это потребует годы, чтобы воплотить это решение. Сейчас же идет речь о том, чтобы сделать приоритетом любовь к Богу. Я помню, когда мне было 20, я встретил молодого пастыря. Сейчас мне 60, это было давно. Я слышал, как один человек учил на эту тему. и я прочел Псалом 18, 1, Давид расположил сердце любить Бога. Я прочел Псалом 17, 1, когда Давид расположил сердце любить Бога. В то время главная мечта моей жизни была иметь благочестивую семью, благочестивый брак и успешное служение. И меня это все еще очень сильно заботит. Но однажды я сделал очень конкретное решение. Я сказал, Господи, мне нравятся эти мечтания, но я их поставлю на второе место. Очень конкретным, очень определенным образом по благодати Божией и любовь к Тебе я поставлю на первое место. Я сказал, Господи, я не очень-то справляюсь пока с этим. И Бог прошептал в мое сердце, если ты сохранишь это приоритетом твоей жизни, я помогу тебе в исполнении этой запреты. Если ты будешь говорить со мной об этом, если будешь верить мне в этом, я помогу тебе в исполнении этой жизненной мечты. это действительно наиболее важная вещь, о которой я говорю сегодня. Тебе может быть 20 лет, или 80 лет, сегодня ты можешь принять решение сделать это приоритетом в твоей жизни, главной мечтой твоей жизни. Да, я хочу все эти вещи, о которых говорил ранее, но я поставлю их на второе место сознательно. Это то, что имел в виду Иисус Христос, когда сказал любить меня Его всем сердцем. Категория номер два. Он сказал любить Его всем разумением Своим. Очень важная заповедь, которая часто принято в регайме телом Христовым. Это означает наполнять свои мысли тем, что вдохновляет к любви, а не уменьшает желание любить. Что мы делаем со своим разумом? Что мы ставим перед глазами? В значительной степени влияет на нашу способность любить Бога. Я знаю, многие верующие любят Иисуса в общих чертах, но разум свой наполняют различными темами, развлечением и так далее. Я не против всех развлечений, но для сегодняшнего поколения это почти идол развлечения. Тысячи часов тратят в интернете или по телевидению, ну в социальных сетях, чтобы наполнить свой разум тем, что не важно в глазах Бога. И это уменьшает способность любить Бога. Разум это дверь для внутреннего человека. У разума есть славный потенциал. но так много людей с небрежением помещают в разум все, что попало. Свободное время наполняют свое сознание развлечением или просто фантазиями бесплодными. пустыми мыслями, фантазиями бесплодными. Это по-человечески, Бог понимает это. Когда мы это делаем, Бог не гневается на нас. Но Он говорит, а разве ты не хочешь использовать свой разум, чтобы проникнуться любовью ко мне. Наполняя разум Божьим Словом, этим мы вдохновляемся любить Бога. Это своего рода выражение любви к Богу, когда мы изучаем Слово Божье, пребываем в Божьем Слове. Когда вы посещаете собрание подобное этому, это любить Бога с вашим сердцем. Когда вы посещаете собрание подобное этому, чтобы поклоняться Богу, слушать учения, проповедь Слова Божьего, это есть форма проявления любви к Богу. Любить Бога всем разумением отличается от любви Бога всем сердцем. Это очень важная часть. Очень большое заблуждение по поводу любви к Богу в церкви. Одно из больших, значительных атак бесовских заблуждений по поводу любви. Это глобальный взрыв порнографии в интернете. интернет-айм-порнографии. Так много искренне верующих вовлечены в просмотр порнографических сюжетов в интернете. И они позволяют таким образом духу аморальности заполнять свой разум. и моя цель сегодня не рассказать вам, как вы плохи, но показать, как вы бессмысленно тратите славную часть вашей человеческой натуры, разум. Иисус сказал, «Я хочу, чтобы были беременны всем своим разумениям». В Матфея 5, 24, Иисус объясняет, как действует духом аморальности в жизни верующего. он объясняет прогрессию блуда или приводеяния. Вначале это блуд глазами. Когда он смотрит на то, что возбуждает аморальное чувство или желание в сердце. Иисус объясняет, что блуд глазами приводит к блуду сердцем. А блуд сердцем ведет к физическому блуду. Глаза, ворота глаз это поле брани. Как отсечь от себя блуд физически и блуд в сердце это когда вы будете на страже ворот глаз своих. Через глаза мы наполняем свое сердце и разум неправильными вещами. Иова 31 первый стих понимая силу блуда глазами написал этот стих. Он также включает порнографию через интернет. Я заключил завет с глазами моими, с очами моими. чтобы не смотреть ни на что что пробуждает похоть в моем сердце. Я вдохновляю молодых людей заключить завет со своими глазами. Даже чуть-чуть не заигрывайте с порнографией в интернете. это не безобидно. Это разрушит вашу духовную жизнь. Дьявол использует это как подделку любви, любви к Богу в частности. я думаю, мы являемся представителями поколения, в котором Бог восстанавливает любовь к Богу, ставя ее на первое место. Я думаю, что мы живем в частности истории, Библии. 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 Дух Святой делает акцент на том, чтобы поставить на первое место первую заповедь в Библии. Он хочет, чтобы наши сердца были наполнены любовью, и разум был наполнен любовью, и вся сила наша была направлена к любви. чтобы когда дьявол атакует призвание церкви, есть глобальный взрыв порнографии в интернете. Это атака на первую заповедь. Я объясняю молодым людям в нашей библейской школе, что это не... чтобы они с пренебрежением не относились к этому, чтобы не относились слегкомысленно. Дьявол обворовывает помазание, чтобы любить Бога всем сердцем. Он ворует эту способность и помазание любить Бога всем сердцем. И сфера номер три, или принцип номер три. мы должны любить Бога всей своей силой и крепостью своей. Что это означает всей крепостью? Это не то же самое, что разум и сердце. Это имеется в виду наши естественные ресурсы. У каждого из нас есть какая-то степень натуральных ресурсов. Например, время или деньги. Физическая энергия. Таланты. Способности. У нас есть слова. у нас есть влияние на определенных людей. Все это является частью нашей силы. И Иисус говорит, я хочу, чтобы ты использовал свою крепость, чтобы выражать любовь ко мне. твое время. Твое время. Твои деньги. Твои слова. Твое влияние. Он говорит, проявляешь ли ты любовь ко мне тем, как используешь свои ресурсы, то есть свою крепость. И Иисусу не все равно, как мы используем свою силу. И когда мы вкладываем в то, чтобы любить Бога и вдохновляем других людей любить Бога, это трогает его сердце. У тебя, может быть, немного денег. Может быть, совсем немного влияния. Может быть, немного совсем свободного времени. Но когда ты используешь это, расти в любви к Иисусу, или помогать другим людям расти в любви к Иисусу, тогда ты используешь свою силу, чтобы любить Его. Замечательно есть что-то. Когда мы отдаем свои деньги, или свое время, или свое влияние, Господь увеличивает это. Он дает нам больше денег, больше способностей, большей продуктивности в нашей жизни. Может быть, у тебя всего лишь немного денег. Но когда ты вкладываешь это в Царство Божие для того, чтобы другие люди могли любить Бога больше, ты даешь поместить церкви, даешь на миссии. Ты поддерживаешь Царство Божие любым способом, которые Бог дает тебе. Господь говорит, я обязательно умножу эти деньги для тебя. Но больше этого, Он воздаст тебе в вечности, когда ты использовал твое время, твои деньги, твои ресурсы для того, чтобы служить и любить Бога. Давайте посмотрим последнюю сферу, последнюю область. Любить Бога всей душой. Я думаю, что это самое сложное из четырех сфер. Я думаю, что это наиболее сложное из всех, которые мы говорили. Как мы это делаем? Когда мы наше отождествление, нашу сущность переориентируем, когда мы наше отношение с Богом основываем, не на достижениях или на признании людей. Что я имею в виду под этим? Твоя отождественность – это то, как ты определяешь себя. Это то, как ты определяешь ценность своей жизни и свой успех. Это то, как ты видишь себя и определяешь ценность и успех. Это наиболее естественное для нас. Наиболее естественное для меня. Определить свой успех признанием людей или уровнем достижений собственных. А Господь говорит, это не есть истинное определение твоей ценности или твоего успеха. Если я буду иметь значительные достижения в бизнесе, в семейной жизни, в служении или любой другой области, или если я буду иметь признание от других в теле Христовом, тогда я говорю, «Ох, я должен быть успешным, я сейчас очень важен, это чувствует так хорошо». Когда я говорю, «Теперь я успешный, теперь я имею значение», это дает определенные позитивные чувства. Хорошо в воле Божьей иметь достижения, да. И это нормально, когда люди признают тебя и подтверждают, но не это определяет твой успех. Это не главная причина, почему ты успешен, это на втором месте стоит. Знаете, почему я успешен? Это та же причина, по которой и вы. Причина номер один моего успеха. И причина номер один вашего успеха в том, что Бог Вселенной хочет взаимоотношений со мною. Майк, я хочу тебя. Я хочу тебя. Бог Вселенной хочет меня. Это потрясающе. Вот почему я успешный. Тот факт, что Он хочет меня, делает значимость, дает значимость мне. Но и более того, так как Бог полюбил весь мир, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Недостаточно того, что Бог любит нас. Нам нужно откликнуться на любовь Бога. На земле сейчас живет около семи миллиардов людей. И один из семи миллиардов рожденные свыше верующие, как гласит статистика. Один миллиард людей приняли любовь к Богу и по милости Божьей откликаются на эту любовь, отвечают взаимностью. Так как Бог любит вас, и вы отвечаете Ему взаимностью по благодати Божьей, это делает вас абсолютно успешным навсегда. даже если вы ничего не достигли в глазах людей, вы уже успешны в основе жизни своей. Бог любит меня, и я люблю Его, поэтому я уже успешный. Бог любит меня, я люблю Бога, поэтому я уже имею успех. Все как следствие этого дополнительно. Все, что дополнительно важно, я не говорю, что это незначительно. Но если вы понимаете, что вы уже успешны, это влияет в большинство, как вы делаете свое работа. Но если вы поймете себя уже успешным, тогда ваш труд будет выглядеть иначе. Я буду иметь Мистик, приходите и готовы для медицинской времени. Да, вместе, пожалуйста, в виде подробностей. Я вспоминаю разбойника на кресте. Помните, как этот вор сказал, Иисус, вспомни меня, вспомини меня. Иисус сказал, ныне же будешь со мною в раю. И так умирает вор, и он в раю. Оглядывается вокруг, I didn't even know this existed. Говорит, я даже не знал существования этого. И ангел ему говорит, перед Богом ты, царь и священник. И вор очень удивлен. Он короткое время находится в раю, и для него они слишком ошеломляющие переживания рая. Он говорит, ангелу, я царь и священник, ты шутишь, что ли? Если бы я знал, что я царь, я бы никогда не стал вором. Возлюбленные, сегодня ты рожден свыше. Вы перед Богом цари и священники. Вы основательно успешны уже. И это, вот что означает любить Бога всей душой. Требуется усилие, чтобы переориентировать свою жизнь в соответствии с истиной. Наиболее естественный отклик, если меня критикуют или мои достижения неудачны, или служение, бизнес не процветают. Естественным образом мои эмоции побуждают меня опускать руки, и моя спина сгинается, я чувствую себя ужасно. Но Дух Святой говорит, ты что делаешь? Ты же не поэтому в основании своем успешен. Бог любит тебя, ты любишь Бога. Чего же еще надо? Ты почему так расстроен и горечь атакует тебя? И я говорю, о, да, 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 точно, Господи, я вспомнил. Бог любит меня, я люблю Бога, поэтому я успешен уже. И это как будто накачивание мышц, снова и снова повторяю. Это духовные мышцы. И когда я получаю признание или критику, когда моих денег недостаточно, все получается не так, как я бы хотел, мое служение неуспешно, как я бы хотел, я искушаем разочарованием, я искушаем горечью, искушаем гневом. Дух Святой говорит, перепрограммируй, переориентируй свою душу, чтобы любить меня. Не позволяй всем этим эмоциям уводить тебя от связи со мной. Как много верующих живут под штормом эмоций, которые мешают им равняться на Бога. А Иисус говорит, когда ты стараешься переориентировать свою жизнь и свою душу на то, чтобы любить меня. Вот тогда ты любишь меня всей душой своей. Когда я не позволяю негативным эмоциям доминировать, Бог говорит, я вижу, как ты стараешься любить меня всей душой своей. Я многие годы проповедовал это послание. Я знаю эти идеи очень хорошо. Но все еще, когда меня критикуют, когда что-то не получается, негативные эмоции все равно обрушиваются на меня. И я должен в этот момент принять решение, направлю я свою душу на то, чтобы любить моего Бога. если я это делаю, Иисус говорит, ты любишь меня всей душой своей. Но иногда я хочу оказать себе сочувствие, самосострадаю. но Бог говорит, не сострадай себе, свою душу направь на то, чтобы любить меня. Эти негативные эмоции уменьшают нашу способность любить Бога. Аминь и аминь. Давайте станем перед Господом. Мисти будет петь для нас какое-то время. Я попрошу Духа Святого коснуться нас особенным образом. Господь говорит, я хочу, чтобы ты любил меня всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своей и временем, и деньгами, всей душою своею, потому что это то, как я люблю тебя. Всей своей силой люблю тебя, Господь говорит. Всем своим разумением люблю тебя, говорит Господь. Всем своим сердцем я люблю тебя, мой возлюбленный. Возьми мое сердце, потому что я была создана любить тебя. И я проснусь. и я буду верной, потому что я была создана любить тебя. я была создана любить тебя. долгое время я ждала тебя. Я ждала тебя. Ты завоевал мое сердце. и я взывала к тебе долгое время. Слезы размягчили мое сердце. И сейчас я готова к тому, чтобы возлюбленный вернулся. поэтому возьми мое сердце, и мой разум, и мою силу, потому что я была создана любить тебя. Я буду ждать, и я буду верной. Я буду ждать, и я буду верной. Мы любим тебя так сильно, но ты первый, кто полюбил нас. Один взгляд твой. И я чувствую сильную любовь к тебе. Возьми мое сердце, мой разум и мою силу. Ведь я была создана любить тебя. Я буду ждать, и я буду верной. И я буду верной. Я буду верной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И в конце времен я увижу глаза моего возлюбленного Субтитры создавал DimaTorzok Возьми мое сердце Мой разум и мою силу Я была создана Любить тебя И я буду ждать И я буду верной Потому что я была создана, чтобы любить тебя Я хочу пригласить вас прямо сейчас Чтобы желание любить его стало самым важным вашим приоритетом Это то решение, которое принимает верующий И все второстепенные цели нашей жизни, они все-таки важны Все, что касается семьи, служения и денег и бизнеса Это все важные моменты Но я хочу достигать помазания и любить тебя больше всего И сегодня я заявляю, что это будет мечтой номер один в моем сердце Боже, я не знаю, как это сделать в точности Но я буду изучать это Я буду искать Ты сказал, что это то, что будет делать мою жизнь великой Ты сказал, что это первая задача Духа Святого в моей жизни Поэтому везде в этой комнате В этом зале я хочу, чтобы вы поговорили с Господом об этом Был тот день, когда я принял это решение много лет назад И я не был посвящен этому и верен на сто процентов Но я перепосвящал свое сердце этому так много-много раз в течение этих лет И я знаю, что это касается Божьего сердца И для вас это не слишком поздно Возможно, вам 80 лет Но это не поздно сделать такое решение перед Господом Начните сегодня Я буду любить тебя всем моим разумом Всем моей силой Я буду любить тебя всей своей душой Дух Святой, я буду достигать этого Возьми мое сердце Мой разум и мою силу Потому что я была создана любить тебя И я буду ждать И я буду верной Потому что я была создана любить тебя Я была создана любить тебя И я буду ждать Я буду любить тебя Всем, что я знаю Всем моим сердцем, моей душой, моей силой и всем, кто я есть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Такая радость любить Тебя Субтитры сделал DimaTorzok There we go. Дай мне любить Тебя больше. Иисус, я хочу любить Тебя больше. Иисус, я хочу любить Тебя больше. Помоги мне любить Тебя. Больше и больше. Потому что я хочу любить Тебя. Все мои силы. Все мои силы. Все мои силы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Привлеки меня. И я побегу за тобой. Увлеки меня, и я побегу за тобой. Увлеки меня, и я приду к Тебе. потому что ты моя первая любовь и ты будешь моей последней любовью ты моя первая любовь возьми мое сердце возьми мою душу увлеки меня и я побегу за тобой увлеки меня и я приду к тебе и я пойду везде, куда ты победешь я буду бежать везде, куда ты будешь везти меня куда бы ты не повел меня мы не где-то в стране но мы твои возлюбленные одеялом твоей любви и дай нам любить тебя дух и невеста говорят, приди приди к тем, кто так сильно любит тебя и пусть любовь спускается вниз и дух и невеста говорят, приди и дух и невеста говорят, приди Боже, мы говорим, что мы хотим любить Тебя всем нашим сердцем, всей нашей душой, всей нашей силой. Боже, приди этим Духом огня, как огонь на наших сердцах, и чтобы это был огонь любви, и пусть это будет, как печать на нашем сердце. Вечное пламя, вечный огонь, Божий, пусть он придет и горит внутри нас. Аминь. Спасибо большое, дорогая Миссия. Спасибо большое, дорогая Миссия. Давайте дадим Господу аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо большое. Аминь. в Канзас-Сити will be speaking at the conference. They are just getting in tonight. They are really good. Three men who have been with me the whole 16 years of IHOP. Three people who have been with me all 16 years in IHOP. 15 years. Misty will be teaching tomorrow as well. Misty will be teaching tomorrow as well. She teaches at all our big conferences. She is very good preacher. She teaches at all our big conferences. She is very good preacher. So we have two really good days ahead of us. So we have two really good days ahead of us. You have probably never heard of these men, but they are very excellent. Возможно, вы не слышали об этих людях, но они замечательные учители. Иракануум хрошали хоснактарин. Давайте поблагодарим Господа за служение Майка. Екэек паарктанк тироуче Майки царайючянамар. Пожалуйста, присядьте на свои места. Хантюшумен цезь баға цирек цзер тегерем. И дорогой, наш дорогой Майк Биккл, он завершил свои проповеди нам. Мэр танкагин Майк Биккл иракануум авартизь их каарузныри шарка. Как он уже сказал, начиная с завтрашнего дня будут служить его помощники. Майк Биккл, Майк Биккл, Майк Биккл, три человека такие же как она. И как уже вы услышали, это будет очень сильно. Приготовьтесь, приготовьтесь. Я уже слышал их проповеди. И это будет очень сильно. Они едут заряжены. Они все в огне. И поверьте, мы будем и смеяться, и плакать, и влацелу. И влацелуе. Вы увидите, что Бог сделает. Слава Богу! Слава Богу! Паркасу! Друзья, я прошу вас, давайте склоним свои головы. И я чувствую, что Дух Святой хочет что-то сделать прямо сейчас. Телезрители, кто вместе с нами сейчас? Пожалуйста, остановитесь, что бы вы сейчас не делали. Господь хочет коснуться вас. Господь сейчас очень близко к вам. господь, он хочет коснуться вашего сердца. Его присутствие здесь настолько реальное. Останавливайтесь перед ним. Давайте помолимся. Поговори сейчас с Господом. Господь, спасибо тебе. Спасибо, что ты здесь. Спасибо за это важное время. Спасибо за твоё драгоценное присутствие. За помазание близостью с тобой. Спасибо, что ты с каждым прямо сейчас. И прямо сейчас. Дух Святой близко, близко с тобой. Прими его служение тебе. Он наполняет тебя. Он не закончил. Он не закончил. Он прикасается к твоему сердцу. Его илей течет по душе твоей. Он смотрит на тебя и улыбается. Ты нравишься ему. Ты его особенное дитя. Ты его дорог в глазах. Ты его сокровища. Ты его ганц. Ты его любит так сильно, что отдал жизнь за тебя на Кресте. Он обнимает тебя прямо сейчас. Он касается сердца твою. Он так желает открыться тебе больше. Он так хочет каснуть тебя своя любовь. Прими его любовь. Прямо сейчас. Прими его любовь. И внутри себя я знаю сейчас. Господь дает мне чувство, что кому-то здесь трудно принять Божью любовь. Трудно поверить, что Бог настолько сильно любит меня. И Господь обращается к тебе. И, как сказал Апостол Иоанн. Он так сильно любит тебя. Он любит тебя, всем своим сердцем он любит тебя, всей своей душой он любит тебя и только поэтому в первой заповеди просит овзоимности суть первой заповеди И я люблю тебя, он любит тебя больше, чем ты чувствуешь прямо сейчас Он с тобой рядом, и он любит тебя сильнее, чем ты чувствуешь Прямо сейчас все лучше, чем ты думаешь И даже все, что мы услышали его любви в эти дни Все еще лучше, все еще красивее, потому что Иисус еще красивее И нет таких слов, как описать красоту его, красоту сердца его, и мотивов его, его мораль и нравственностью, он настолько красив, И он любит тебя, 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 И это самое главное, и это самое главное в нашей жизни, И мы знали любовь, которую мы знали любовь, который имеет нам Бог, И его вера в него, и мы берем твердые решения, Умножать веру в его любовь, иди из веры в веру, И он любит тебя, и он любит тебя, и мы говорим, от слышания слова Божьего, продолжай углубляться с познания Божьей любви к тебе, потому что она продолжает превосходить нашу понимание. И прямо сейчас он обнимает тебя и любит тебя на практике. И еще чуть-чуть остановись перед Господом. Просто замри перед ним, потому что он так близко к тебе, и он обнимает тебя, ощущает его любви. То, как ты нравишься ему. Он отделяет тебя от твоих поступков. И когда ему не нравятся наши какие-то дела, мы нравимся ему всегда. Он смотрит на тебя и ты нравишься ему. Он смотрит на тебя прямо сейчас и улыбается тебе. Ты нравишься ему. Песня, 2 главе 14 стихе, написан, «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса». Покажи мне лицо твое. Дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок мы так благодарны тебе. Это то, что Господь говорит тебе прямо сейчас. Покажи мне лицо твое. Дай мне услышать голос твой, потому что лицо твое мне приятно. Говорит Господь, от голос твой сладок. Искот зайн-то кахтуре инц. Господь спасибо тебе. Мы так благодарны тебе. Мы прославляем тебе. Мы благодарны тебе. И поклоняемся тебе. Мы любим тебя тоже. Скажи ему, «Я люблю тебя тоже». Первое заповедь, это просто взаимность. Любовь начинается не с нас. Сверху мы не с вами не с вами. И с этого дня, когда ты будешь говорить Господу, «Я люблю тебя», добавь одну букву, которая все изменяет. И с этого дня говори теперь так. И я люблю тебя тоже. Потому что с его любви к нам, начиная наша взаимная любовь к нему. И теперь, прежде чем сказать, «Я люблю тебя». Прежде чем выдаю тебя любовь к нему, сначала продолжай, как и в эти дни, созерцать красоту и волю в век тебе. И только затем, следом за нему, скажи ему, «Я люблю тебя тоже». Скажи ему сейчас, «Я люблю тебя тоже». Мы благодарим тебя, ты самый есть, наше самое большое благословение. ты, 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 Спасибо Тебе, Боже, за Твою открытую к нам сердце, благодарим Тебя, мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Паркасы. Давайте углубляться в Божью любовь. Я бадривую вас прослушать эти проповеди еще много раз. И сейчас я приглашаю вас к добровольному пожертвованию, друзья. Давайте проявим свою любовь к Господу. Давайте сделаем свое семя. Давайте сделаем что-то, чтобы мы могли с одной стороны восполнить нужды этой конференции. Благославить спикеров. Искус, мюзков. Давайте просто проявим свою любовь к Господу. Давайте просто поклонимся иму своими финансами. Помолитесь, скажите, Господь, что ты хочешь от меня? Телезрители, помолитесь. Спросите у Господа. Давайте прямо сейчас. Помолитесь. Скажи, Господь, что ты хочешь от меня? Я, Господь, я хочу поклониться тебе. Спросил Господа, пусть Он сам тебе проговорит и покажет, сколько тебе нужно пожертвовать и что тебе нужно пожертвовать. Потому что Он увидит жертву твою, и воздаст тебе именно тем, что ты пожертвоваешь. Ты можешь посеять во что-то специфическое Памалис Господь, проговорив наши сердца Мы просим тебя И теперь, друзья, я прошу вас То, что Дух с этой говорит ваше сердце, то есть сделайте И если Господь говорит вам Вообще ничего не давать Не давайте ни копейки И не жертвуйте ничего Послушание лучшей жертвы Аминь Послушание лучшей жертвы И Бог воздает даже не за жертву финансов За послушание И поэтому то, что Господь делает сейчас в вашем сердце Послушайте сердце своего И если Господь закрыл его для того, чтобы давать Можно дать и согрешить пред Богом Но если Господь открыл его Сделай, что Господь проговорил тебе И поверь мне, если ты послушаешься его И поверь мне, если ты сделаешь то, что Господь тебе проговорит Я знаю, что будет потом Господь никогда не забирает у нас что-то, чтобы нам сделать хуже Это означает, что Он планирует что-то особенное сделать для тебя Благеславит тебя И говорит, дай Дай мне возможность Я хочу тебе воздать И поверь мне, Он так благеславит тебя И некоторых из нас сегодня Завтра Для некоторых это будет быстро И сильнее, чем вы думаете И это серьезно Кто-то, может быть, будет ждать дольше Но когда придет благословение Оно удивит вас И иногда кто больше ждет, тот больше получает Слава Богу Давайте сделаем свое пожертвование Пожалуйста, пустите, ведро И дайте так же мне возможность пожертвовать, пожалуйста, сюда Давайте остаемся в молитвенном состоянии Давайте будем молитвен в своих мистах Общайтесь с Господом Подойдите ко мне тоже, пожалуйста Спасибо тебе, Господь И я пока буду молиться за вас Господь, я прошу тебя А каждому, кто сейчас Слушит твой голос в своем сердце И слушается тебя Благеслави эти послушные сердца Спасибо тебе за каждое послушание Это часть взаимоотношений с тобой И мы хотим угодить тебе Спасибо тебе, что тебе нравится то, что мы делаем Тебе нравится послушание Благеслави каждого Господь В этом зале Каждого телезрителя Благеслави Господь Пусть твой Дух Святой И то, что каждый жертвовал Пусть он увидит в своей жизни Да придет твой прорыв Да исполнится желание сердца Да и залит с тобой Да откроются новые двери Пусть, что Божья пустыня превратится в цветущий сад Да восполнится все нужды По богатству твоему Открывай свое сердце больше, Господь Развивай общение с тобой Поднимай в служении тебе Восстанавливай семьи Умножай радость в сердцах Божья, я прошу тебя Ты знаешь каждого Ты видишь прямо сейчас все эти нужды Ты теснуваешь все эти нужды Благеслави И дай в каждое сердце сильную веру в тебя Веру в твою обеспечение Если ты пищешься аптечка Если ты одеваешь лилии и цветы Тем более каждого из детей твоих Ты благеславишь Спасибо тебе Мы возлагаем все заботы на тебя Ибо ты пищешься о нас Слава тебе, Иговая Ира Слава тебе, Эльшатай Слава тебе, Великий Бог Слава тебе, Господь, Обеспечитель наш Прославляем тебя Превозносим тебя Поклоняемся тебе Ты самый лучший Ты царь царей Ты бог богов Ты Господь господствующий Ты терерий тейрн Достоин Давайте дадим ему большие аплодисменты Прославь его Остернедан Halleluja АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ